Если ты говоришь, что ты должен быть готов ответить за это, ты можешь как бы вот это более подробнее объяснить, что ты этим хотел сказать? Я хотел сказать, что я могу ответить на русский, потому что это более легко для меня объяснить, что я имею в виду, что у нас в стране не так жестко с правилами, и не так жестко с законами, как в Америке. Поэтому если ты там что-то говоришь, тебя вправе просто-напросто, если ты обидел кого-то, оскорбил кого-то, если ты сказал какую-то обидную вещь, тебя просто-напросто могут ударить, и никто тебя не будет спрашивать, тебе сразу дадут ответ на твое действие. Здесь же ты не можешь этого сделать, потому что сразу же тебя заберут в полицию, ты нарушил закон. Безусловно, мы не имеем such strict law rules. Здесь в США есть очень strict law rules. Безусловно, если ты insultал кого-то, и ты сказал что-то, 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 если ты не убил, и ты не можешь встать на улице, и ничего не будет случиться, если ты убил кого-то и просто уходишь. Here in the States, it's a completely different law, and that's what I was trying to mean, because back home, people are not running mouth like this, because they know they will have to answer it somehow. Thanks, Cam. No problem. Thank you for that. Next, we go back to the UK, to Gareth A. Davies. Gareth, please unmute and ask your question when ready, sir. Good evening, London Calling, as you know. Good evening to the great Bob Arum and Vassal, who's grinning at me. The last time I saw Vassal, I think I threw a kick at his head, and then he was going to kill me. Anyway, my question, first of all, I have one for Bob and one for Vassal, is, Bob, this is probably the most significant contest globally that we have seen since. ... ... ...